В Магнитогорске намерены возродить парусный спорт. Об этом говорили на заседании Федерации парусного спорта Челябинской области, которое состоялось накануне в стенах МГТУ. На встрече присутствовали представители Федерации, Магнитогорского университета, ветераны, а также руководители и тренеры спортивных и яхт-клубов. Что сделано, а что еще предстоит, узнавала наша съемочная группа. О традициях и развитии парусного спорта в городе говорили участники заседания. Он зародился в Магнитогорске более полувека назад. Свою популярность парусный спорт обрел благодаря стараниям ученого МГТУ Николая Ивановича Иванова, человека, который в свое время активно развивал спортивную деятельность института и города. Тогда Магнитогорский яхт-клуб был одним из лучших в СССР. Сегодня в Магнитогорске традиции парусного спорта хотят возродить, чтобы стальное сердце России вновь стало одним из центров. Парусный спорт в Магнитогорске – это не случайность, а это большая историческая веха, очень большая историческая веха, когда в Магнитогорске, нашем, так сказать, степном городе, появился гигантский парусный флот и, мало того, еще появилось семь мастеров спорта по этому делу. Это было колоссальным прорывом. Для обучения мастерству парусного спорта выбрали территорию спортивного клуба «Металлург Магнитогорск». Он находится в центре города и имеет выход к воде. Сегодня здесь уже работает секция, которую открыли в прошлом году. В настоящее время в ней занимаются пока 12 детей. Однако привлечь к этому виду спорта планируют и студентов. Совместными усилиями спортклуба МГТУ и яхт-клуба «Бригантина» на ближайшие три года концепция развития секции уже разработана. Планы мы на четыре года выстроили. Там и приобретение оборудования, там все расписано и по тренерским кадрам, и по составу учащихся, и так далее, то есть по приобретению оборудования. То есть эта концепция развития позволяет о том, что мы планомерно идем, у нас есть понимание, что каждый год что-то надо делать. Огромную поддержку в развитии спорта оказывает «Металлургический комбинат». За счет его средств в прошлом году приобрели несколько швертботов и катер. Покупка ряда судов запланирована и на этот год. Павел Владимирович, генеральный директор, ставит задачи движения на воде. Мы в прошлом году открыли вейкбординг, тоже новый вид развлечений у нас на реке Урал. Парусная секция, то есть еще ставятся задачи по развитию именно услуг на воде. И мы сейчас такую концепцию тоже разработали, буквально на днях мы представляем генеральному директору. Есть очень большое внимание со стороны руководства ММК на экологию, да, и как бы мы видим там отсекли сбросы там и так далее. И соответственно Павел Владимирович ставит такую задачу, чтобы движения на реке как можно больше было, то есть оживить реку Урал. Мы как бы в этом направлении двигаемся. Один из важных вопросов, который обсуждали на заседании, отсутствие тренерских кадров со специалистами пообещали помочь в областной федерации парусного спорта. Мы обеспечиваем приезд судей, учитывая специфику подготовки, то есть разработка положений, организация процесса подготовки к соревнованиям помощи в каких-то аспектах, связанных с материально-техническим обеспечением, в первую очередь консультационным, да, что в первую очередь приобретается, в какой последовательности, на что обратить внимание для того, чтобы на необходимом уровне обеспечить и безопасность, и зрелищность мероприятия. Планы у неравнодушных к парусному спорту большие. Благодаря их реализации, возможно, когда-нибудь магнитогорские спортсмены взойдут на Олимпийский пьедестал. А пока у горожан будет возможность увидеть всю красоту парусного спорта, на лето разработан календарь соревнований. Открытие сезона запланировано на 4-6 июня.